Приветствую вас, Мария. Я думаю, что ключевой ответ на ваш вопрос заключается именно в том, вот вы спрашиваете, почему он так против, если это всего лишь на паспорте, что за психологический задвиг именно не жениться. Психологический задвиг именно не жениться заключается для мужчины в том, что на него давят, когда мужчина чувствует давление, неважно, есть это давление на самом деле или оно вымышленное, у человека появляется сопротивление. И мужчина, мужчина интенсивно боится не свободы, вот, интенсивно боится не свободы. Отсюда есть желание не жениться. То есть, понимаете, очень многое зависит от того, какие конкретно роли вы отыгрываете в отношениях своих. То есть, речь идет о том, что если, например, вы в отношениях с мужчиной ведома, а он ведущий, то ему нужно самому было, условно говоря, дойти до того, чтобы сделать вам предложение. Ну, объективно. Если вы ведомый мужчина ведущий, то в таком случае, ваше поведение, поведение вполне адекватное, но мужчина оказался не кобыл принять за факт, что он ведомый. То есть, понимаете, ваша позиция, она не соответствует вашему гендерному поведению. И в этом, чисто вот технически, чисто технически, проблема именно в этом. Я не говорю о том, что ваша проблема, она только в этом. Но именно, чисто технически, проблема заключается, да, в том, что вы не имеете соответствия между своей, вот этой вот позиции, между своими позициями. Дальше. Понимаете, вы хотите иметь этот статус, всё верно. И, как бы, к этому можно по-разному относиться, потому что вы хотите иметь этот статус, но вы не хотите его иметь. И, как бы, это давность, пока что, это давность. Но нельзя человека заставить, хотите. Особенно, если мужчина, как я уже сказал, находится в позиции ведущего, то ему, в силу того, что у мужчины болезненно самолюбие, ему очень важно самому до этого дойти. То есть, вы здесь поступили, ну, опять же, не в соответствии с, вероятно, своими гендерными ролями. Вот. И, вот ключевой момент, ключевой момент. Вы можете требовать статус от того, кто не хочет, не хочет. От того, кто не разделяет ваши взгляды на этот статус. По крайней мере, чисто внешне. И даже если человек сделает вам предложение, все равно это будет, как бы, под давлением, все равно это будет вымочено. И, в общем-то, не думаю, что в этом есть что-то хорошее. Я не думаю, что вам это нужно. С другой стороны, если до вас важен только статус, и кроме статуса больше ничего не важно, то можете давить на него. Я уверен, что научившись давить чуть более деликатнее, вы сможете, в принципе, получить от него то, что он хочет. То, что вы хотите, точнее. Точнее. Но если вы хотите, чтобы человек разделял вашу позицию, то имеет смысл все-таки признать, что у человека другой взгляд на это. И если вы человека любите, именно любите, то вам нужно принять его. То есть любовь подразумевает принятие. Вы не демонстрируете принятие, а значит, не демонстрируете любовь. А значит, вам необходимо сделать для себя выбор, каких отношений вы хотите. По расчету или любви. Если любви, то этого необходимо принять. Если по расчету, это отношения дальше на дальше. И вот основная ваша проблема, опять же, внешняя. Опять же, внешняя. Приключается в том, что вы не определились, чего вы хотите, каких вы хотите отношений. Понимаете? Вот складывается такое ощущение, что вы вот все делали для мужчины, делали, делали, делали. И вы рассчитываете, что за то, что вы были с ним, за то, что вы помогали ему, за то, что вы, как я понял, были, вот, так сказать, кандидаткой в его постели зеркалами. Он на вас женится. Я прошу прощения, если это все не так, просто вот исходя из вашего первого текста, а именно его я читал. Все 13 страниц вашей темы я не читал, вы извините слишком долго. Вот. Но из первого текста получается так, что вот вы все это делали и ждали, чем у вас стоило предложение, предложение вам не сделал, вы психанули. Но я не верю в то, что за то время, что вы вместе, только сейчас, вот, на момент написания первого сообщения, вы узнали, что он относится к браку по-другому. Я в это не верю. Мне кажется, вы знали, просто надеялись, что это не так. Ну, не хотели верить, что это так. Другой вопрос, зачем вам статус и хотите ли вы этот момент обсудить? Хотите ли вы его разобрать? Готовы ли вы признать, что и в этом есть проблема? Готовы ли вы признать, что это может быть вашей проблемой, которая мешает построить вам гармоничные отношения, действительно, без разницы со статусом или без? Я могу только лишь предположить, что в статусе вы ищете какое-то защищенность, которое не чувствуете без нее, без него, точнее, без статуса, какой-то определенности, но тем самым вы забываете, точнее упускаете из виду то, что перекладываете ответственность за свои потребности на другого человека, а другие люди, даже самые близкие, реагируют очень болезненно, когда на них перекладывается ответственность за другого человека. Я полагаю, что вам было бы не очень приятно, если бы я сказал бы вам примерно следующее. Давай, Маш, ты будешь консультировать людей, работать психологом, а мне будут все почести, все регалии, все статусы, титулы и прочее. Ты будешь получать реальные благодарности, я буду получать внешние, казалось бы, да, вот, что здесь такого, но неприятно же будет, неприятно, и будет ощущение недооцененности, и оно будет справедливо. Понимаете, вот это вот и есть прикладывание ответственности, то есть я хочу быть знаменитым, я хочу быть знаменитым, я хочу быть известным, но я не хочу что-то делать для этого сам. Я не хочу для этого предлагать усилия, для этого я выбираю вас. И вот то же самое вы делаете со своим мужчиной сейчас. Я не говорю, что вы им манипулируете, нет. Вы достаточно наивно, достаточно открыто и прямо заявляете о том, чего хотите, но вы не до конца разобрались в том, чего вы хотите, вы не до конца разобрались, что это значит для вас, а самое главное, своим поведением, своим, так сказать, результатом действий вы не обеспечиваете свои желания. Это вот то же самое, как если бы я, допустим, будучи вегетарианцем, да, вот будучи вегетарианцем, ну, если предположить, что я вегетарианец, к примеру, пришел в гости к мясоедам и обиделся, что у них нет ни одного вегетарианского блюда. Ну, вот примерно то же самое. То есть, у меня есть желание не есть мясо. И я имею на него право, мы сейчас не говорим о том, хорошее желание было плохое. Меня приглашают в гости люди, которые, к примеру, хорошо со мной общаются, никогда со мной не ели, допустим. Им даже в голову не приходит, что я могу быть вегетариантом. Ну, просто вот они при себе не приходят в голову. А я знаю, что они насоедают. И я знаю, что они не знают, что я вегетариант. Я приходю к ним, и я обижаюсь, они говорят, что у них нет ни одного вегетарианского блюда. И вы можете сказать, ну, как всегда, ведь вы же общались, значит, вы делились этим, значит, вы должны были знать о своих предпочтениях. Да, мы должны были знать о своих предпочтениях. Верно. Но вы почему-то не знали о предпочтениях своего молодого человека. Предпочитали закрывать на это глаза. Почему-то вы не готовы просто заниматься своим сексом, например, просто быть с ним и просто помогать ему. Вы не готовы просто жить с ним. Вы не готовы. Но вы только сейчас узнали, что молодой человек всё это воспринимает как должен. Притом, если сами пишите, что вместе вы уже достаточно давно. И вот этот момент, да, является тоже очень важным. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился вам мой ответ, ну, буду благодарен за любой отклик, за любой отклик. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас. Продолжение следует...